В кружки по сертификату с этого года в Чувашии внедряется новая персонифицированная система финансирования дополнительных занятий для детей. Зарегистрируясь на портале навигатор дополнительного образования Чувашской Республики, можно получить именной электронный сертификат. Он позволит оплатить обучение ребенка в выбранном кружке или секции. Как работает эта система, показали на примере Центра детского творчества города Чебоксары. Кирилл Игнатьев в студию компьютерной анимации пришел в этом году. Это направление мальчик выбрал сам. С раннего детства он уже занимается вокалом и хореографией. Теперь появилось и новое увлечение. Я научился делать кадры и делать так, чтобы персонажи двигались. Чтобы записать Кирилла в кружок, его мама зарегистрировалась на сайте навигатор дополнительного образования. Получила электронный сертификат, выбрала Центр детского творчества и интересующее ее направление. Признается, процедура несложная, при этом на портале можно найти много полезной информации. Там есть информация о том, какие творческие объединения в этом образовательном учреждении, с какого возраста педагог принимает детей, чем они занимаются. То есть даже о загруженной программе и с планом на следующий учебный год. То есть у родителей исчерпывающая информация о том, чем будет ребенок заниматься в течение всего года. Новая система направлена прежде всего на повышение доступности дополнительного образования. При регистрации на портале ребенок получает индивидуальный номер, который закреплен за ним с 5 до 18 лет. Каждый учебный год из электронной базы он может выбрать себе любой кружок, который будет оплачен средствами сертификата. 2019 год пилотный, и поэтому по Чебоксарам в системе пока представлено 200 программ дополнительного образования, но их число будет расширяться. С января будущего года по сертификату можно будет посещать кружки не только в государственных учреждениях, но и открытые на коммерческой основе. При персонифицированной системе финансирования бюджетные деньги следуют за каждым ребенком, выбранный им кружок. В управлении образования города отмечают, это повысит конкуренцию в сфере дополнительных образовательных услуг и стимулирует педагогов к профессиональному росту. Если ему интересен, например, кружок робототехники в Чувашском госуниверситете, он с этим сертификатом идет туда, и деньги муниципалитета идут след за ребенком, получает педагог, получает высшее учебное заведение, дополнительные финансовые средства. В то же время те кружки, где, скажем, в какой-то стадии недорабатывается или же неинтересны для детей, то таким образом они не посещают, не записываются в этот кружок, он просто-напросто может и исчезнуть. Кстати, зарегистрироваться в навигаторе могут не только родители, но и сами дети, достигшие возраста 14 лет. 11-классница Катя Костина так и поступила. Девушка занимается вокалом, самостоятельно оформила электронный сертификат и записалась в кружок. Было очень просто все, потому что все понятно объясняется, и даже если вы не знаете, куда идти, там написаны адреса внизу, куда можно прийти, чтобы подтвердить сертификат и записаться, в принципе, туда, когда вы хотите. Подтверждать сертификат необходимо в выбранном учреждении дополнительного образования. Для этого достаточно один раз прийти туда с документами, удостоверяющими личность родителя и ребенка. В Центре детского творчества Чебоксар записаться в кружок по электронному сертификату помогают методисты. Чтобы родитель мог активировать эту заявку, ему необходимо явиться в учреждение наше с пакетом документов, чтобы заполнить заявление и принести СМИЛС. Мы просим всех родителей принести ксерокопии СМИЛС ребенка, чтобы подтвердить заявку. В Управлении образования отмечают, в этом году, который является переходным к новой системе, родители могут записать детей в бесплатные кружки и по старинке, без использования сертификата. На все вопросы ответят по телефону горячей линии. Она работает с понедельника по пятницу с 14 до 17 часов. Юлия Скрябина, Надежда Александрова, Екатерина Янголакова. Вести Чувашем.